Издательство МИФ представляет. Александр Орлов. Джедайские техники конструктивного общения. Читает Александр Орлов. Моему дедушке Ивану Георгиевичу Миронова. Предисловие книги Саши Орлова. Джедайские техники конструктивного общения. Почему джедайские? Сейчас уже трудно вспомнить все детали. Все началось очень давно, с какой-то наивной шутки, после неосторожного названия доклада на конференции, где 10 лет назад Саша Орлов и я, по приглашению Славы Панкратова, делились своим опытом. Потом была еще пара докладов на других конференциях, и вот в определенных кругах джедайские техники уже становятся именем нарицательным. В термин джедайский мне хотелось вложить смысл эдакой гиперпродуктивности, по аналогии с такими идиомами, как офисный самурай или ниндзя умственного труда. И мне это удалось. По крайней мере, когда Миф издавал мою первую книгу, «Джедайские техники. Как воспитать свою обезьяну, опустошить инбокс и сберечь мысли топлива», отвертеться от этого названия в пользу чего-то более традиционного в области литературы по саморазвитию мне не удалось. Ну, а название второй книги было уже предопределено. «Путь джедая». Эти книги посвящены работе с личной эффективностью и продуктивностью. Но если уж говорить об эффективности, то тут вылезает одна очень существенная заковыка, а точнее даже две. Заковыка первая. Подавляющее число серьезных вещей в современном мире делаются командами, не одиночками. И заковыка вторая. Совокупности лично эффективных индивидуумов недостаточно для того, чтобы получить эффективную команду. Мало того, я сталкивался с ситуациями, когда команда как целая начинала работать хуже и медленней, как только некоторые люди начинали работать быстрее и лучше. И наоборот. Я видел немало продуктивных команд, где далеко не каждый член уделял хоть какое-то внимание личной эффективности. Конечно, работа на уровне личной эффективности может помочь лично вам разобраться со сложностями, разгрести завалы, стать спокойнее. Но для того, чтобы команда как целая вышла на новый уровень, часто этого мало. Крайне важным является то, как выглядят коммуникации внутри команды. И как команда коммуницирует с окружающим миром. Очень важно. Муравейник – это непростая совокупность муравьев. Очень важную роль в работе муравейника играют механизмы взаимодействия муравьев друг с другом. Наверное, здесь будет уместна еще одна метафора. Что делает кирпичную стену прочной? Идеально подогнанная геометрия каждого отдельного кирпича или смесь, скрепляющая их между собой? Если вы видели, как кладут кирпичную стену, то легко можете представить себе, как получается ровная и прочная стена, несмотря на далекую от идеала точность изготовления каждого отдельного кирпича. Подобных метафор можно привести еще много. Важным является то, что никакая работа на уровне личной эффективности не принесет команде пользы при отсутствии должных навыков взаимодействия и коммуникации. А тема коммуникации, в свою очередь, очень непростая тема. Будь мы с вами рационально мыслящими биороботами, то проблем бы у нас не было. Мы бы общались однозначно понятными всем сигналами, по однозначно понятному всем протоколу, а непонимание и ошибки разрешали бы по однозначно ясному всем регламенту. Но вот беда, или наоборот радость. Мы с вами живые люди. А живые люди – это те, кто большую часть времени иррациональны, импульсивны, говорит не то, что думает, а слышит не то, что подразумевалось. Из-за этого в общении имеют место весьма интересные глюки. Интересные, как правило, для стороннего наблюдателя, но вот далеко не всегда приятные для непосредственного участника. Таким образом, я хочу признаться, что сам считаю тему коммуникации и взаимодействия куда более важной для компаний и команд, чем тему личной эффективности. Но раз так, то почему бы тебе не взять и не написать на эту тему книгу, спросите вы. К сожалению, я не являюсь экспертом в теме коммуникаций. Да, я давно плотно изучаю как классическую психологию, так и всякие ее интересные разновидности в виде нейролингвистического программирования, эриксоновского гипноза, светских практик осознанности и всего такого. Но этого далеко не достаточно, чтобы написать хорошую книгу самому. Однако, этого достаточно, чтобы разглядеть эксперта в этой области. И, к счастью, я знаю такого эксперта. И уже очень давно. Как только Артем Степанов, директор издательства Ман Иванов и Фербер, поделился со мной идеей создать джедайскую библиотеку, серию книг, посвященные различным аспектам методов продуктивной работы, каждую из которых напишет лучше в своей области, то имя Саши тут же всплыло у меня в голове. Да, я считаю тему коммуникаций очень важной, возможно, фундаментальной для построения продуктивной команды. И да, я считаю, что лучше Саши никто бы такую книгу не написал. Живо, бодро, с обилием примеров из реальной жизни, при полном отсутствии занудства. Приятного вам прослушивания. С вами был я, Максим Дорофеев. Видение. В школе я больше всего не любил уроки литературы. На них приходилось вникать в мысли непонятных людей, назначенных великими писателями. Еще пытаться понять чувства главных героев, которые вели себя по-идиотски. Я бы так себя никогда не повел. Какие-то душевные метания, сомнения, ахи и охи, полная ерунда. Это потом уже, в 30 лет, я с большим удовольствием открыл для себя Достоевского и Гоголя. Оказалось, что они настолько здорово, а местами смешно доколик пишут, что не оторваться. А в 10 классе все виделось совсем иначе. Самое отвратительное, на литературе требовалось выступать. И делиться с одноклассниками и учителем мыслями, которые должны быть не простыми, как топор, а не тривиальными. Мысли в голову не приходили совсем. 30 взирающих на тебя одноклассников водили в ступор, и по спине пробегал холодок. А учительница, глядя на мои мучения, оставила четверку за то, что хотя бы попробовала. Чаще все же стояла тройки. Так получилось, что вскоре после окончания института я стал руководителем команды. И следующие несколько лет мне пришлось вникать в чувства и сомнения главных героев уже моей повести. Сотрудников, коллег, начальников, заказчиков. И теперь отмолчаться перед товарищами уже было нельзя. Пришлось срочно учиться как-то понимать других людей, мотивы их поступков, подбирать слова, развивать, прости господи, эмпатию. Почему прости господи? Потому что до сих пор, когда я слушаю от консультантов, тренеров с гуманитарным складом ума фразы вроде «почувствуйте его энергию» или «поставьте себя на его место», для меня это звучит как совет из анекдота про мышей. Вы станьте ежиками. Как? Как стать ежиком? Как почувствовать энергию? Как встать на его место? Делать то, что надо? Помню, на одной конференции дама коуч решила пояснить. Как известно, существует четыре измерения. Длина, ширина, высота и глубина. Кажется, я услышал, как в этот момент, где-то далеко в Греции, заворочился в гробу Евклид со своей геометрией. В общем, не оставалось ничего другого, кроме как найти для себя простые и понятные инструменты. Чтобы понимать других людей, становиться таки на их место, подбирать аргументы, убеждать свои точки зрения, заниматься тем, чем должен заниматься хороший руководитель. Со временем таких инструментов набрался целый чемоданчик. Окружающие даже стали считать меня неплохим менеджером. Этот чемоданчик очень пригодился, когда 10 лет назад я начал вести тренинги. Оказалось, моя неэмпатичность не уникальна. Масса людей испытывает недостаток в инструментах общения с людьми. В итоге все методики, о которых пойдет речь в этой книге, были опробованы и внедрены тысячами людей, слушателями наших тренингов. По словам многих из них, эти простые схемы стали той точкой, с которой они открыли для себя менеджмент и управление людьми, как свое призвание. И уж совсем неожиданно было узнать от наших слушателей, что с помощью этих же инструментов они начали решать семейные проблемы. Думаю, пройдет еще немного времени, и данной книгой можно будет заряжать воду. Если серьезно, надеюсь, что мой чемоданчик окажется полезным и вам. После прочтения каждой главы, рекомендую делать небольшой перерыв и думать, как и где вы это сможете применить у себя. Я старался написать книгу без лишней воды, но при этом живо, чтобы вы ее и не бросили сразу, и получили пользу как можно быстрее. В любом случае успехов, менеджмент – потрясающе интересная область. И да, почитайте Гоголя с Достоевским, если еще не читали. Они очень крутые. Как устроена эта аудиокнига? Аудиокнига состоит из 18 глав. Первая и вторая главы посвящены недопустимым приемам коммуникаций. Почему, когда мы пытаемся решить ту или иную проблему, через пять минут уже хочется задушить собеседника? Какие коммуникационные приемы, унаследованные нами от родителей, а также приобретенные в детском саду и школе, мешают нормально разговаривать с людьми, портят отношения и совсем не помогают? В этой части аудиокниги вы, скорее всего, узнаете себя, родных и близких, коллег, и сможете понять причины того, почему с некоторыми людьми разговаривать неприятно. Третья глава описывает варианты поведения, когда на вас наезжают, как не спрятаться в свой кокон и сделать общение конструктивным. В четвертой главе перейдем к принципам конструктивного общения и продолжим разбираться, почему мы иногда не можем, даже если очень хотим, найти с собеседником общий язык. Поговорим о том, как это изменить и на чем сосредоточиться. В главах 5-7 подробно рассмотрен алгоритм решения любых проблем с людьми. Все четыре фазы этого алгоритма абсолютно необходимы, в чем на собственном печальном опыте убедились тысячи наших слушателей. Алгоритм может быть применен как на работе, например, в управлении командами, так и в обычной жизни, например, семейной. Главы 8-10 полностью посвящены тому, как применять алгоритм, описанный в пятой главе, Субтитры создавал DimaTorzok